Развитие инноваций на основе лучших традиций. Мудрость поколений. На Радио Астана. Я хочу спросить вас о том, как вы пришли к области IT. Почему это для вас интересно стало и что из-за зарубежного опыта интересно вы можете сейчас применить в Казахстане. Известно, что вы учились в Принстонском университете и в Урдовом университете, а также за рубежом по программе Булашак. Пожалуйста, расскажите об этой области. Начнем с того, как пришли к IT-технологиям, как пришли к компьютерным технологиям. Я начинал в 15 лет. Это был 2002 год. Очень поздно, на самом деле, по сегодняшним меркам. Например, мой младший брат онлайн с 4 лет. В течение, получается, 9-10-11 классов, всегда после школы, радовался дням, когда выходные, когда рано отпускали со школы, чтобы вернуться домой, чтобы в первую очередь делать сайты. И у меня было 4 сайта. На самом деле, больше, чем 4. Многие из них были не очень популярными, но 4 из них были очень популярными. Это «К знанию вместе» сайт, где я публиковал свои сочинения по литературе, биографии их весных физиков. Это был образовательный сайт, там было огромное количество материалов для школьников, в первую очередь. И ежедневно задавал вопросы, что ли, когда, и анонсировал победителей с этим. Я создал сайт подготовки к ЕНТ, где были тесты по истории Казахстана, математике. Сколько вам было лет, когда вы создали первый сайт? Мне было 15 лет. 15 лет. Создал сайт Брюс Ли, Большая энциклопедия Великого Мастера. Это был такой мой онлайн-памятник для моего детского кумира. Это была огромнейшая энциклопедия, материалы там были, биографии, мастерство. Самая цель была сайта, и именно тогда я уже ставил себе не просто ознакомиться с биографическими данными этого человека, но игнорировать его призыв работать над собой. То есть это был основной смысл этого сайта. Просто через ознакомление с его работой идти к самосовершенствованию. И сделал сайт, еще называется bastow.com. Это Большая энциклопедия интернет-бизнеса. Это такие были 4 сайта в сумме, а у них было около 300 тысяч хитов в месяц. Достаточно популярно мне приходили письма Украины, Беларусь, Казахстан, Россия. И вот тогда я почувствовал силу интернета. Вау, то есть я просто мальчик, сижу у себя там дома и могу как бы дотрагиваться сердец людей, которых я, может быть, никогда не увижу. Это был действительно такой большой эффект на меня оказало, и я выбрал именно компьютеры науки как свое направление. Почему Брюсле? Вы увлекаетесь именно его актерской игрой, или это увлечение восточными единоборствами, что у вас привлекает Брюсле? Нет, мне было лет 5, наверное. Но это, мне кажется, классическая история с ребятами моего поколения. Тогда это был, когда мне было 5-4 года, это был период вот таких вот VHS, видеоплееров. Я вот приезжал к бабушке на лето, и там были фильмы Брюсле. То есть вы не видите это вживую, видите это через экран. Энергия достаточно, чтобы электризовать аудиторию. Мне вот, я когда смотрел его фильмы, когда мне было 5 лет, я хотел бегать, бежать. Заниматься спортом. Да-да-да, и потом я занимался тейк-вондо. Но на самом деле, я думаю, что если вы станете Брюсле в своей области, неважно, журналистики, Брюсле в истории, Брюсле в программировании, это, мне кажется, вот это вот и есть вершинное мастерство. То есть честно выразить себя, честно выразить себя, не обязательно в боях в искусство, честно выразить себя в области, в которой у вас есть подлинный интерес, честно выразить себя в области, в которой вы сильны, вместо того, чтобы прокусироваться на своих слабостях, лучше улучшать свои сильные стороны. Такой долгий ответ, но получается с детства. Почему долгий? Это довольно-таки короткий, лаконичный и главный содержательный ответ. Мне интересно, вот вы обучались в области компьютерных технологий, продолжаете деятельность в этой сфере, что помогает вам не переходить на другие сферы? То есть у нас есть такая серьезная проблема, когда специалисты в нашем Казахстане заканчивают одну специальность, идут работать в другие сферы, меняют, либо видят себя неперспективными. То есть как вы считаете, в чем проблема? На самом деле я не считаю это проблемой, гораздо большей проблемой будет тот факт, если человек считает, что тот выбор, который он сделал, когда ему было 16 лет или 17 лет, он теперь находится в ловушке этого выбора и жить нечастной жизнью. Но если люди чувствуют, что это не их, что выбор был сделан неправильно, что вполне нормально, потому что 16-17 лет вы не знаете, что вы хотите, у вас нет никакого видения. Поэтому, мне кажется, я верю в холистичное, гуманитарное и техническое образование, когда вы получаете не просто какие-то узкие навыки в какой-то области, но еще получаете знания о том, как мир работает. У меня есть список небольшой тем, предметов, которые, мне кажется, в школе должны приходить. То есть это такие темы, как теория игр, программирование. Мне кажется, это должно быть с первого класса абсолютно. Программирование не важно, кто вы, бухгалтер. То есть вы считаете, что в первом классе ребенок уже может усваивать эту программу? Абсолютно. То есть есть специальные языки, программирование называется Logo Scratch, это визуальные языки, которые очень доступны детям. А есть на международный опыт? Конечно, конечно. Например, в Великобритании, по-моему, с прошлого года у них с первого класса. США сейчас очень активно занимается тем, чтобы сделать информатику главным предметом. Мне кажется, это несложно сделать. Помимо теории игр, что еще? Искусство презентации, искусство делать продажи. Это жизненные навыки. Вы будете презентовать себя, когда вы будете устраиваться на работу. Искусство продажи нужно тоже, даже если вы не продаете что-то физическое. Вы продаете свое время, может быть, еще что-то. То есть это очень важно. Искусство обольщения. Это очень важно. Не обязательно в бизнесе, в отношениях. Теория игр, да, опять же. Поведенческая экономика. Такие важные темы, которые, мне кажется, в школе должны проходить. Здоровое питание. К сожалению, это в школе не проходит. И только, скажем, любознательная категория людей, они читают книги в этой области о том, что какие, например, продукты сочетаются с друг другом, какие не сочетаются. Есть простые физические законы, на самом деле, которые многие люди не знают. Мне кажется, что очень важно, кроме здорового питания, вообще холистичный подход к здоровью. Что значит? То есть тренироваться не просто два раза в неделю, когда у вас физкультура, а ежедневный бег, преподавать медитацию. Если вы возьмете 80% самых, опять же, 80% условное число, подавляющее большинство топовых атлетов, писателей, бизнесменов, подавляющее большинство из них, вы удивитесь, они утром медитируют. 20 минут в день утром. То есть это полное опустошение своих мыслей, чтобы облака рослились, и вы увидели небо. Это очень важный навык, чтобы вернуть себе энергию, чтобы вы могли справляться с теми, как бы, не знаю, камнями, на которые вас бросает этот мир. В конечном счете успеха и самых прекрасных, скажем, картин, книг, продуктов создают именно миссионеры, не мерценарии. Не те, кто этим занимается из подлинного удовольствия. То есть люди, которые умеют больше отдавать, будем так говорить. Ну, вы ранее упомянули про Брюс Ли, но это кумир детства все-таки. Сейчас хочется спросить, изменился ли кумир? Скорее всего, изменился, ну и кто же? А, ну, во-первых, сейчас я вообще не перестал верить в слово кумир. Я понимаю, что есть люди, которыми я восхищаюсь, огромное количество людей. Книги я читаю, чьи выступления я смотрел. Но в конечном счете я вот, к счастью, мне дало возможность было, то есть, разговаривать с ними после выступления. И я все больше и больше понимал, что это такие же обычные люди, с такими же ошибками они являются, как бы, то есть находятся в ловушке тех же, возьмем, когнитивных ошибок, которые все мы допускаем. Поэтому, мне кажется, очень важно верить в самого себя. Слушать то, что происходит, экспертов, но в конечном счете именно думать за себя. Последнее решение принимается за себя. А если вопрос состоит, кем я восхищаюсь? Огромное количество людей. Я восхищаюсь в период с людьми, которые что-то создают. Книги, да, мне нравится читать, мне нравятся люди, кто что-то создал и затем об этом рассказал, научил об этом. То есть, возьмем, к примеру, Джейсон Фрид, Дэвид Хаймон Хансен. Это создатели как будто Бейскамп. Они написали книгу Реворк, замечательный книг, где они обучают тому, что они сделали. Мне нравится Тим Феррис. Потрясающий человек, автор книги «Четырехчасовая рабочая неделя» и многое другое. У него есть замечательный подкаст «Тим Феррис Шо», где он интервьюирует топ атлетов, писателей и так далее в своей области, чтобы найти, что ими движет. Человек делится своими, скажем, знаниями, наработками. Мне нравится Гарри Каспаров, замечательный шахматист, но не только. То есть, мне нравится он не только как спортсмен, но и как человек с безграничным энтузиазмом и энергией, которая у него есть. Мне нравится, я в школе читал «Ошо», я думаю, что он сильно повлиял на духовную часть, духовный аспект. Я 12 книг его, по-моему, прочитал, когда мне было 16-17 лет. С тех пор я не читал его вообще, но я все помню до сих пор. Часто, наверное, многие молодые люди, те, кто хочет заниматься бизнесом, они очень много слушают Ричарда Брэнсона, Билл Гейтса, Стив Джобса и так далее. Но самое важное, они упускают тот момент, что сами того не понимая, Билл Гейтс, Ричард Брэнсон, Стив Джобс, они рассказывают о том, каково их мышление сейчас. Они рассказывают о том, как сделать из миллиарда долларов 10 миллиардов. Это один подход. Но что нужно слушать молодежи, это то, как Ричард Брэнсон сделал из нуля первую тысячу. А это он уже не помнит, он уже ни разу не будет этого. Вам нужно идти и смотреть его мысли, когда ему было 20-30 лет. Что невозможно. Поэтому нужно думать за себя. Опять возвращаясь к тому, что не нужно никогда просто брать истину. Неважно, какой авторитет у человека. То, что я говорю сейчас, может быть полностью 100% блефом. Любой человек. То есть нужно думать за себя. Вы принимаете входные данные из мира, но в конечном решении принимаете сами. Ну что ж, уважаемый Арман, время нашей программы подходит к концу. Время прощаться. Еще раз хочется выразить вам благодарность за интересное, задержательное интервью, из которого, я думаю, наши радиослушатели могут вынести очень много полезного. Мы желаем вам также успехов в ваших творческих начинаниях. Это была программа «Мудрость поколений». И с вами была ее ведущая Аида Баймакова. Встретимся в эфире на радио Астана. «Мудрость поколений» на радио Астана.